13.05 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Азиз Агаев, руководитель аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа». Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. Да, очень рада вас видеть. Всем нашим слушателям я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте эхакирова.ру есть ссылка на онлайн-трансляцию, видео, аудио. Подключайтесь к нам, смотрите, задавайте свои вопросы на сайте Эхакирова в разделе «Анонсы». Сегодня вопросов нет на нашем сайте, но есть вопросы у меня. С них я и предлагаю начать. У меня первая тема запланирована, это федеральная. Депутаты Государственной Думы внесли новый законопроект. Его уже окрестили законопроектом по убийству бизнеса. Согласно ему, предлагается страховать работников на случай банкротства работодателей. И для этого ввести новый страховой взнос в зарплату. Как вы относитесь к этой инициативе? Ну, громко, как бы так называть можно. Я думаю, что бизнес видел много таких убийств. И даже пострашнее. Я все время возвращаюсь в 2010 год, когда страховые взносы были увеличены в разы для бизнеса. И, конечно, значительное число тогда предпринимателей либо закрылись, либо предприняли какие-то другие варианты. Ушли в тень, да, например? Да, или ушли в тень. Сказалось ли это на ситуации с малым бизнесом? Однозначно. Как этот законопроект? Ну, как скажется? Ну, плохо скажется. Я, честно говоря, думаю, что это какое-то соревнование у нас в Государственной Думе дурацких законопроектов, которые внесистемно появляются ни с того ни с сего вдруг. Самое интересное, что ни один из этих законопроектов толком не обсуждается с бизнес-сообществом. И я думаю, что и дальше не будет обсуждаться. Почему? Потому что бизнес-сообщество сегодня поставило себя в роль слуги. Потому что главы наших бизнес-сообществ, общественных организаций бизнеса, они трусливы, с моей точки зрения. Это сам бизнес себя поставил в эту роль? Или чиновники поставили бизнес в эту роль? Я думаю, что сам бизнес. То есть человек всегда, как это вам сказать, собственно говоря, с человеком можно делать только то, что он позволяет с собой делать. То есть если ты не позволяешь с собой так поступать, никто с тобой так не поступает. Если ты не позволяешь относиться к себе неуважительно, то с тобой к тебе относятся уважительно. И я знаю, что по жизни и по опыту, что даже враги тебя уважают, если ты не позволяешь к себе относиться неуважительно. То есть они могут к тебе враждебно относиться, но при этом они с уважением к тебе относятся, а наше бизнес-сообщество, наши общественные организации бизнеса, руководители, они находятся в прислуживании, скажем так, власти, и поэтому власть к нему так относится. То есть такие законопроекты – это результат непродуманных, субъективных подходов к развитию экономики нашей страны в целом. – Ну вот я вас сейчас слушаю, и у меня сложилось такое впечатление, что бизнес, видимо, сам виноват в этих проблемах, ну в частности к тому, что государство в лице чиновников так к бизнесу относится. – Да, конечно, конечно. Прежде всего сам виноват. Я не говорю, что роль власти или роль чиновничества, оно меньше или значительно меньше, чем роль бизнеса, но это законы, регулирующие деятельность бизнеса. Кто, как не бизнес, должен прежде всего, если это ухудшает условия ведения бизнеса, должен выступать против этого, и выступать не просто так там где-то сказали, а выступать активно. – А выступать активно – это что значит? – Выступать активно – это значит объединяться. Это значит всех тех депутатов, которые голосуют за такие вещи, а мы за последние годы видели много законопроектов, причем не только на федеральном уровне же, мы видели их и на региональном, и на муниципальном уровне. – И бизнес в отношении этих депутатов ничего не предпринял. То есть и голосуют, и я знаю, что много бизнесменов, особенно те, у кого там какие-то зависит бизнес от того, кто у власти, очень часто там говорят, ну я и этому помогу там, деньгами этому помогу, типа я яблоки в разные корзины там яйца сложил, да. Но в итоге-то получается, что общие условия ведения бизнеса ухудшаются на территории страны. То есть бизнес должен объединиться. Объединиться и начинать предпринимать. Вот сегодня мы готовимся к очередным выборам. Вы слышите голос бизнеса? – Ну слушайте, Единая Россия даже собралась предпринимательскую платформу открыть. Нет, это не голос бизнеса? – Нет, это голос Единой России, который трусит и боится, потому что все результаты аховой, так сказать, экономической политики в отношении бизнеса – это результат деятельности партии власти. Это результат деятельности Единой России. Потому что это Единая Россия, имеющая абсолютное большинство для принятия, так сказать, законов. Это именно она принимает такие. Причем, опять говорю, на всех уровнях. То есть и на муниципальном, и на… Я не говорю, что там другие партии в это время голос за бизнес поднимают. Нет, они тоже в определенной степени даже не думают о том, как развивать толком экономику. Меня и сегодня возмущает, потому что, например, оппозиционные партии заняты тем, что сегодня уже, да, заняты тем, что на территории Кировской области наши депутаты там заняты тем, что начинают поливать друг друга, так сказать, грязью. Я хочу от них услышать конструктив, а они начинают, значит, про друг друга говорить, что один так придурок, а другой там и вообще ничего не понимает, а третьего никаких шансов нету там, ну и так далее, и так далее. Азиас Ильич, вот я к политике предлагаю еще вернуться чуть позже. Да. Вы говорите, а бизнесу надо объединиться. Да. У нас очень, ну, как минимум в нашем регионе существует несколько достаточно сильных организаций, которые, ну, защищают интересный бизнес. Это и Торгово-промышленная палата, и Опора России, и Деловая Россия у нас есть, и Омбудсмен по правам предпринимателей у нас есть. Я знаю две сильные общественные организации. Значит, это Торгово-промышленная палата и Совет хозяйственных руководителей. А, да, вот я забыла. А все остальные можете не называть. Я, это, как сказать, просто организации с моей точки зрения, еще раз говорю, многих, значит, обычно я говорю, что к многих знаю членов и с уважением отношусь, но как к организациям это просто, ну, карикатура организации. Так вот объединиться-то куда? Вот в эти уже существующие организации? В эти организации, консолидировать свои подходы, заставить эти организации быть острее, понимаете? То есть, вот, посмотрите, последние, я не помню, где-то это в течение месяца было, когда президент сказал, что я предоставляю площадку администрации президента для обсуждения, значит, проблем бизнеса. Ну, не смешно. Где должны проблемы бизнеса обсуждаться? То есть, мы не можем обсудить проблемы бизнеса ни на территории, там, общественной организации бизнеса, да? Мы не можем обсудить проблемы бизнеса на территории законодательных органов власти. Президент говорит, давайте обсуждать на, значит, площадке администрации президента. Это о чем говорит? Это, собственно говоря, последние инстанции, да? А если мы, обсудив на площадке администрации президента, не сможем решить эти проблемы, как многие и не решаются, то что это означает? Это говорит о несостоятельности всей системы управления, и не только бизнесом. Всей системы управления экономикой, понимаете? Поэтому, да, мы знаем очень уважаемого, сильного, значит, там, лидера торгово-промышленной палаты Липатникова. Но вы видели, чтобы члены президиума, значит, торгово-промышленной палаты каким-то образом, значит, высказывались очень, ну, так вот, мощно, с новыми предложениями, да, остро, там, ставили на президиумы какие-то вопросы, которые будут приняты, Липатников вынужден будет ставить там, ну, и так далее, и так далее. Ну, признаться честно, я на президиуме торгово-промышленной палаты не была ни разу. Вот видите, а надо, между прочим, походить и посмотреть. Вам не интересно, как работает президиум общественной организации? Наверное, мне интереснее, как работает сама общественная организация, я не думаю, что для этого нужно присутствовать именно на ее президиуме. Это орган общественной организации, вы увидите, как происходит процесс. Так, ну, хорошо, вот смотрите, бизнесменом объединиться дальше, работать непосредственно с депутатами, работать с правительством, работать с УЗС, лично с губернатором. Каким образом? Что значит, каким образом? С кем работать, учитывая, что большинство инициативов федеральные? Рычаги, у нас какие у общественных организаций, рычаги на руках. Мы можем повлиять. Каким образом? Мы говорим, у нас такие потребности. Не выполняете? Значит, нужно прокатывать эту партию на следующих выборах. Не надо на задних лапках перед ним ходить и помогать ему деньгами. Что вы что думаете, Единая Россия просто так выигрывает выборы? Она аккумулирует деньги этих же бизнесменов и предприятий, и предпринимателей. Но если не создает она нам условия, давайте прокатывать ее. Понимаете, какая-то должна быть конкуренция. А создание вот этой платформы предпринимательской, ну что смеяться? Все невыносимые условия для бизнеса созданы партией Единая Россия. И сегодня она создает предпринимательскую платформу. При этом она не говорит, что я коренным образом меняю политику. Она просто говорит, я создаю предпринимательскую. Для чего? Опять создаем, с моей точки зрения, видимость. Может быть, наконец, чтобы услышать бизнесменов? Бизнесменов услышать? Ну не смешите меня. Мы кричим уже. Мы во все инстанции уже бьемся. Мы каждый раз и министрам, и лидерам партии, и где угодно говорим о проблемах. Они ничего не слышат и слышать не будут до тех пор, пока они не поймут, что их нахождение у власти зависит в том числе и от бизнеса. Ну слушайте, в самой партии Единая Россия куча бизнесменов, которые с успехом могут ее финансировать. Много ли зависит от наличия или отсутствия финансирования сторонних организаций? Вы кого имеете в виду в самой партии? Вы что, считаете, что... Но в самой партии Единая Россия состоит много бизнесменов. Состоит. Вот зачем они отдают деньги этой партии, если она не защищает их интересы? Вот это вот шизофрения в наших головах. Понимаете? Когда я состою членом и при этом понимаю, что эта партия не работает на благо страны, на благо экономики страны. Это шизофрения. И я ничего не делаю, потому что я что, член партии? При этом я в других местах, вот я сколько, я общаюсь с этим, они в других местах начинают мне рассказывать о проблемах, возникающих в связи с теми или иными законодательными актами. Вот и все. Вот из этой шизофрении-то мы должны выйти. Но каким-то образом. Я хочу, чтобы... Я не говорю, что пусть Единая Россия не придет к власти. Пусть она придет по-честному к власти, если может по-честному прийти. Ну если по-честному, то, боюсь, не придет. И не просто создавать платформу предпринимательскую. И какие-то, пусть известные бизнесмены, да, но при этом я считаю, что они кривят душой, вступая в эту платформу. Потому что никакой нормальный предприниматель без оглашения принципиального изменения подхода к бизнесу не должен входить в эту платформу. А может это первый шаг к изменению... Подождите, ну как первый шаг? Вы заходите в воду, если видите, что она мутная и там не видно, как бы вам не страшно, как бы... Я не говорю про быстрицу, понятно, что быстрица крокодила не водится. А если вы в какую-то другую, как бы, воду заходите, когда видите, что мутно и непонятно, кто там вас унести может, так сказать. Вы все равно оглядываетесь, да? Я хочу услышать вот эту вода, в которую нас призывают. Там есть принципиальные изменения. А какие принципиальные изменения, если после того, как создается предпринимательская платформа, нам говорят, а вот мы еще внесли законопроект. На вас еще дополняется, с вас еще причитается. Нам не хватает на карман. Вот мы получаем по 400 тысяч рублей в месяц депутаты, а руководители там и так далее еще больше получаем. Но нам не хватает, понимаете, вот этих 0,02. А я предлагаю наполовину сократить свои заработные платы. И вот эти 0,02, не хватающие страховые износы за счет зарплаты Государственной Думы, депутатов Государственной Думы, значит, вносить. И все будут застрахованы. И мы будем знать, посмотрите, на какие жертвы наши депутаты пошли. Потому что я не считаю их труд стоящим таких денег. Вот и все. Ну, по большому счету депутаты Государственной Думы от оппозиционных партий, которые приходят иногда к нам в эфир, ну, самый такой популярный ответ, а что мы можем сделать? У Единой России ведь большинство... Подождите, мужчина, который ничего не может делать? Ну, это моя тоже боль такая, я с вами просто делюсь. Да. Что мы можем делать? Что за... Ну, я не знаю. Так, хорошо. Смешно. А если вернуться все-таки к вышеупомянутой инициативе, это вот для чего делается? Денег в бюджете нет? Я уверен, что написано для чего? Для благих намерений, да? Ну, нет, написано для пополнения бюджета и для страховки сотрудников, да, и так далее. Смотрите, я как бизнесмен, я считаю, что страховкой было бы что? Что если бы мой бизнес, где люди работают, мог бы дальше существовать совершенно спокойно и продолжать платить людям заработную плату. Если мне создают невыносимые условия, и я в этих условиях вынужден банкротиться. Ну, вот мы говорим, подняли налоги, вот, скажем, давайте муниципальный уровень, там, опять вернемся к этому злополучному ЕНВД, который... Давайте вернемся. Значит, когда его увеличили, и когда я протестовал против этого и говорил, что больше половины платящих ЕНВД оказались в ситуации, когда они либо балансируют на грани убытков и прибыли, либо уже в убытках. Это та ситуация, когда они не смогут, понятно, что какое-то время будут существовать, а дальше не смогут платить заработную плату. И теперь они говорят, из-за того, что мы создали вам условие, когда вы не можете платить, вы теперь еще заплатите за то, что если из-за того, что мы так сделали, вы не сможете работать, чтобы мы могли этим людям платить заработную плату. Ну, справедливо это. Вы знаете, в Белоруссии есть налог на безработицу, как в Советском Союзе был налог на тунеядство. На тунеядство, да. Налог на бездетность. И если человек не работает, но при этом он что-то кушает, платит, допустим, за квартиру, пользуется услугами медицинских учреждений, его храняет полиция и так далее, то он должен заплатить налог за то, что он не работает и пользуется всеми социальными благами государства. Вот мы и к этому идем. Везде, где государство, значит, свои блага, значит, начинает преподносить и при этом говорить, я тебе преподношу блага, поэтому ты плати налоги, и где это начинает усиливаться, это очень плохо, становится очень плохо, потому что не должно быть так. Мы должны сами решать вот эти блага, которые предоставляются. Платить за них или не платить? Платить за них или нет. А сегодня получается, что мы делегировали эти полномочия, значит, определенные группки, которые, значит, собственно говоря, сама себе создала суперусловия на федеральном уровне, получая огромные заработные платы, и поэтому они принимают что угодно. Они не живут на земле, они не понимают, что происходит на земле, понимаете? То есть там, где ведется реальный бизнес. Я не говорю, что это будет убийством 0-0-2. Нет. Конечно, определенное количество бизнеса опять уйдет, потому что... Ну, наверное, это будет какой-то небольшой бизнес, да? Да, да, но я просто говорю, что условия и так невыносимые. Они их... Я не знаю, где предел как бы вот этого терпения. Я не знаю. А где предел терпения? Я не знаю, где предел терпения. Когда бизнес на баррикады пойдет? Ну, на баррикады оно не пойдет, потому что бизнес это созидательная сила. Хорошо. Единую Россию. Когда бизнес прокатит Единую Россию? Когда бизнес поймет, что Единая Россия это противник экономики и бизнеса страны? Не знаю. Не, ну мы же понимаем, что за Единую Россию, ну не только бизнес голосует, не бизнесом единым. У нас есть армия бюджетников, учителей, врачей. Вот хотя бы пусть бизнес и работники бизнеса голосуют не за Единую Россию, тогда Единая Россия будет понятно, что она не худышная партия с моей точки зрения. Я вас хочу, вот знаете, еще одну цифру попросить прокомментировать. По итогам февраля 2016 года падение среднего чека в нашей стране оказалось рекордным за последние годы. Средняя сумма чека снизилась на 13,5%. Это данные исследовательского холдинга Ромли. Средняя сумма чека составляет 499 рублей. Это состояние двухлетней давности. Понятно, что это сумма средняя температура по больнице, ну можно и так сказать. Но тем не менее, вот прокомментируйте, пожалуйста. Ну, Юля, здесь нечего комментировать. У людей нет денег. Нет денег, потому что экономика не работает. Экономика не работает, потому что ею управляют такие люди, как Медведев, Улюкаев, Набиулина. Так, мы сейчас, я поняла, мы сейчас опять в «Единой России». И другие, и другие. То есть, вот и все. Что тут комментировать? У людей нет денег. Люди хотят, люди хотят работать, они хотят зарабатывать. Но в этих условиях невозможно, потому что страной, экономикой страны управляют неправильно с точки зрения благополучия людей. А как нужно правильно? Ну, надо перестать просто сидеть, значит, перед мониторами и смотреть, как нефть падает или поднимается, и как доллар падает или поднимается. То есть, основной работой этих людей не вот эти вот цифры должны быть. Основной работой этих людей должно быть стратегия развития, значит, проекты под эти стратегии развития и способы поддержки этих проектов. А вот «Антикризисный план» недавно написали в правительстве. Вы читали? Я читал, да. Ну, ваше мнение? Это не «Антикризисный план». А что это? Ну, как это вот, как бы вот, когда я работал в университете, я давал курсовую работу выполнить студентам. Вот, и они брали, значит, и вот такие вещи писали. Мне кажется, что те, кто писали, у них даже трех курсов Вятского государственного университета нет. А что конкретно вас натолкнуло на эту мысль? Ну, смотрите, одно и то же. В течение 15 лет. То есть, давайте, субсидирование, поддержка этой отрасли, поддержка этой отрасли. Общее. Все. А что значит поддержка? Хорошо, давайте мы пишем «поддержка текстильной промышленности». Вы представляете себе весь комплекс текстильной, поддержки текстильной промышленности, да? Вот они выделили там, сейчас в цифрах, к сожалению, не помню, сколько это там миллиардов, да? Подождите, а с кем это обсуждено? А как это должно двигаться? А где вот этот проект-то, под который как бы поддержка? Вы представляете себе, что бизнес вдруг выделил деньги под проект, который еще не разработал? Я очень плохо себе это представляю. Я тоже очень плохо. Если вы не собрались покупать автомобиль, вы под него деньги-то выделяете, вы уже знаете, какой вы автомобиль будете покупать и с какими качествами. И после этого вы выделяете деньги, потом идете в автосалон, условно говоря. А условно, как бы говоря, можно что угодно говорить. Или вы хотите землю где-то купить. Пока вы просто хотите купить, вы даже... Ничего не будет. Ничего не будет. А когда вы говорите, я хочу купить примерно вот в этом месте, и начинаете изучать, и уже выделяете под это какие-то... Вот этот антикризисный план, который они... Ну, если убрать слово антикризисный, просто план, да? Это план на уровне третьего курса студента экономического факультета Вятского государственного универска. Я признаюсь честно, весь антикризисный план я не прочитала, но я его пробежала глазами. Вот меня что зацепило, да, в 15-м году основные деньги выделялись банкам. В 15-м году тоже у нас был антикризисный план. В этом году деньги вроде как выделяются регионам, но по факту их получат банки, потому что регионы вернут долги. Тем самым коммерческим банкам. У нас что это? Основная сфера экономики банковская? Почему ей такое внимание? Хороший вопрос, но это в русле понимания развития экономики и функционирования вот этих лиц Набиулина и Улюкаева, и Силуанова. То есть они именно так видят. Они считают, что если у банков есть деньги, значит экономика продолжает функционировать. И исходя из этого, они вот такие вопросы решают. Например, вот в экономике не хватает денег. Вот, ну, категорически не хватает, да, все уже. Ну, у людей банально нет денег. Вы это уже сказали. Ну, не просто у людей нет. Предприятиям для развития не хватает денег. И вот никто не рассчитывает вот этот тонкий баланс. Сколько денег в каком месяце надо выпустить, чтобы экономика получала дополнительный толчок. Они сразу кричат и орут, что если мы выпустим деньги, мы разгоним инфляцию. Так вы посчитайте этот баланс. Никто его не считает и не говорит. Дальше. Конечно, если мы просто начнем и дальше печатать деньги, но при этом не будем говорить о развитии экономики таким образом, чтобы появилось большее количество товаров в экономике. Ну, а вы имеете в виду обеспечить... Конечно, деньги... Соответственно, и уже от скорости движения этих денег будет зависеть дальше там... Как будет дальше экономика развиваться. Никто вот этим не занимается. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, пойдут снова в банки... Ну, да. И куда банки эти деньги денут? Как вы думаете? Я думаю, выведут кредиты в подбешенные проценты. Это один момент. Второй? В резервы. Валюту начнут покупать. А, да. У нас же есть еще доллар. Конечно. Конечно. И что это будет? И поэтому они сегодня уже прогнозируют. Так, на следующий год, наверное, доллар будет стоить там... Да, сто рублей. Да, уже столько. Вот и все. Да это и дурак видит, что если будет так, то будет так. Это любой... Спросите любого студента экономического факультета. Вот эти условия два ему задайте. Скажите, вот выпуск денег там. И он вам скажет, вот будет вот так. А я-то хочу, чтобы экономикой управляли не с учетом двух факторов. Я думала бы, скажите, не студенты. Ну, я на всякий случай совсем-то как бы... Нам надо прерваться на рекламу, Азиз Алиевич. Я напомню, это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит Азиз Агаев, руководитель аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Я сразу говорю, что Азиз Алиевич отказался обсуждать установку колесообозрения на театральной площади. Поэтому давайте... Не на том месте ставь. Где надо поставить? На здании правительства, чтобы иногда сотрудники и депутаты залезали и смотрели в округу. Ну, зачем всем-то смотреть? Ну, депутатам же надо быть ближе к людям, Азиз Алиевич. Да ну, что вы. Что им делать на колесе обозрения? Что вы, что вы. Зачем им быть ближе к людям? У них сразу депрессия у всех начнется. Ну, давайте дальше, собственно, про депутатов и поговорим. Депутаты Государственной Думы недавно приняли в первом чтении законопроект, который позволяет лишать парламентариев и их же коллег мандата за неисполнение обязанностей, в том числе и за прогул. Вот давно пора было принять такой законопроект? Смотрите, создают проблему, а потом делают вид, что они его решают. Значит, создали проблему за счет того, что разрешили голосовать по доверенности. Так. Поэтому депутаты перестали ходить? А какой смысл-то? Ну, отдал доверенность и договорился, месяц ты ходишь и отдыхаешь. Подождите, подождите, Азиз Алиевич, что значит разрешили голосовать по доверенности, депутаты перестали ходить? Как мы с вами выяснили в начале нашей программы, зарплата депутата Государственной Думы составляет порядка 400 тысяч рублей вместе с налогами. Выдача доверенности не лишает их права получать зарплату? Нет, она не лишает их права получать зарплату, но, собственно, ходить на заседание – это работа. Смотрите, тут вопрос-то в чем? Если бы они не имели права голосовать друг за друга, то большинство ужасных и никчемных и никому не нужных законопроектов вообще бы не принималось. Понимаете? А чтобы вот этот типа законотворческий процесс не останавливался, они и позволили сами себе голосовать друг за друга. Ну а если есть такая возможность, вы знаете, что любая такая возможность ничего не делать, она реализуется. То есть это объективный закон. Вот если вы можете ничего не делать и получать 400 тысяч, вы будете делать чего-то, чтобы получать 400 тысяч? Ну так. Ну конечно нет, вы лучше по телевизору посмотрите, как в Государственной Думе ничего не делается. Правильно? И при этом те же 400 тысяч получить. Правильно? Поэтому это объективная закономерность. А теперь они, значит, проще не о наказании принять решение, а проще запретить голосовать. И тогда законопроекты не будут приниматься, если депутат отсутствует. И тогда партии будут вынуждены призывать к порядку своих депутатов. Вот и всё. Ну то есть вот эта вот история о том, чтобы лишать мандата за прогулы, вы считаете, это не стоит? Ни к чём, надо сказать. Ни к чём. Ну справки будут брать на больничную. Будут от врачей, от докторов приносить справки. Что мы не знаем, как делается, как бы, тысячу других способов. Я никогда не приносила, ну ладно, липовые справки в смысле. Хорошо. Так, я всех прошу обратить на это внимание, что Юлия Афанасьева никогда липовые справки, значит, так, очень хорошо. И все поступаете так же, как Юлия Афанасьева. Поэтому я не знаю, как это делается, но я, к сожалению, не депутат Государственной Думы. Ну, а может быть, к сожалению, может быть, ещё не депутат. Может быть, к счастью. Давайте ещё про дороги немного поговорим, у нас с вами осталось немного времени. Вот свежая новость, депутаты к собранию раскритиковали дороги области, снег сошёл вместе с асфальтом. Ну, у нас это каждый год бывает, это уже никого не удивляет. Ну, в этом году как-то по-особенному асфальт сошёл вместе, честно говоря. В этом году как-то по-особенному, верно. Азиз Алиевич, вот состояние ремонта дорог. Мы об этом говорим уже не первый год. Каждый год задаём вопросы, а почему нет гарантии на производимые работы? Почему вечно не хватает денег на дороге? Вот как вы для себя видите ответы на эти вопросы? Неправильно. То есть весь процесс ремонта и строительства дорог построен неправильно, неэффективно. То есть люди управляют этим процессом непрофессионально. Но у меня всегда один ответ. Почему я так думаю? Потому что если бы управлялось всё профессионально и всё делалось эффективно, то дороги не сходили бы вместе со снегом. Что в моей логике ошибочно? Ну, я на самом деле... Конечно, многие скажут, что у нас зима была. Я не вижу изъянов, да у нас каждая зима по-особенному снежная. Да, да, да. Хорошо. А что делать? То есть если бы у вас была, например, там, не знаю, встреча с профильным комитетом депутатов ЗАГС, чтобы вы им сказали, ребята, вот вам надо сделать то-то, для того, чтобы дороги не сходили вместе со снегом. Ну, ремонтом дороги не депутаты занимаются, они только деньги выделяют. Не депутаты занимаются, но депутаты контролируют и выделяют деньги. Ой, я не знаю, как они контролируют, честно говоря. Хотя там есть реально сильные специалисты по дорожному строительству, которые могут четко сказать, почему и как, но слышит ли их правительство области? Думаю, что нет. А вот в минувшую субботу в Нововятске кировчане застелили дороги коврами, такая прошла акция. Ковры, правда, долго не пролежали, потому что в это все дело вмешались сотрудники ГИБДД. Да, это опасно. Лучше пусть ямы будут. Что, по вашему мнению, действенно будет в этом вопросе? Такие полушуточные акции протеста или уже на серьезный митинг нужно выйти, чтобы обратили внимание на эту тему? Кому на серьезный митинг? Во-первых, митинг надо согласовать сначала. Ну, слушайте, все, кто за рулем ездят. Кому на митинг-то выходить? Да, теперь уже нам даже автопробеги, так сказать, приравняли к митингу. И без разрешения на митинг, тут ведь можно и уголовное дело при определенных обстоятельствах схлопотать. О чем вы говорите? Кому на митинг-то? Нам с вами? Нет. Мы скоро будем ездить все. Вот вы говорите про Беларусь. Мы скоро все будем на Белоруссиях ездить, потому что на Белоруссиях ты точно ни в какой яме не перевернешься. Вы имеете в виду трактор? Ну, конечно. Ну, судя по всему, по нашим дорогам только на этом. Но все-таки. Я понимаю, что здесь непонятно то ли смеяться, то ли плакать. Но, тем не менее. Каким образом решить этот вопрос так, чтобы каждый год дороги вместе со снегом не сходили? Есть вопрос о недоверии правительству области. Поставит Единая Россия? Поставит такой вопрос Единая Россия? О недоверии правительству? Да. За то, что... А как это нам с дорогами поможет? Хорошо, придет другое правительство, что... Это же не профессиональное управление. Другое правительство, другие люди, другие сотрудники. Другое правительство сразу сделает дороги? Вы поймите, что... А не с Луны к нам прилетят? Нет. Я думаю, что придет более квалифицированный специалист, более, так сказать, ну как горящий за свою, значит, родину, за работу и будет делать лучше эту работу. Ну, слушайте, вы действительно в это верите? А вы верите в то, что можно ничего не делать, не шевелиться или выйдя на митинг, значит, хорошо, мы выйдем на митинг, помашем флагами России и плакатами, значит, где дороги, я плачу налоги, как бы там, да... Нет, я просто верю в то, что от смены людей в сером доме ситуация не поменяется. А я верю, что меняется. Потому что есть несколько ошибочных, как бы, людей в правительстве Кировской области. Нужно просто эти ошибки исправить, и все станет гораздо лучше. Так, может быть, серьезнее требовать, я не знаю? Требовать? Да кто будет требовать? Так мы с вами, мы же по дорогам-то ездим. Подождите, ну как, мы требуем, я вот требую, исправить дороги. И что? Слышите? Все, кто слышит эхо Москвы. Я выразил, я требую. Нет, просто, наверное, требовать надо не так. Вы же в самом начале предложили объединиться бизнесу. Да. И работать, и работать с депутатами того же ЗАГС Собрания. С тем же успехом, наверное, нужно объединиться. Не забывайте, что депутаты ЗАГС Собрания большинство составляет Единая Россия. Так мы в тупик с вами зашли, по-моему. Ну, так тупик, он выход имеет. Вот когда мы прокатим Единую Россию, а это будет в сентябре, у нас есть шанс ездить по хорошим дорогам. То есть, таков ваш прогноз на грядущие выборы. Ну, хорошо, давайте последний буквально вопрос. Кто же, по вашему мнению, победит на грядущих выборах? Ну, у нас и Государственная Дума, и ОЗС с вами в 2016 году. Какая партия? Я не знаю, я таких прогнозов не делаю. Я не знаю. Я думаю, что одномандатники победят. Одномандатники победят. Хотелось бы, чтобы победили мы с вами, на самом деле. Этого не будет до тех пор, пока большинство людей не начнет думать. Думать над тем, как он живет, где он живет и за кого голосует. Я вот желаю всем побольше здравого смысла, размышлений над своей жизнью. Азиз Ильич, я благодарю вас за эфир. Это было особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok